популяризироваться. Тема доклада Екатерины Виноградовой «Биологическая версия социальная в поведении человека». А можно я попробую без микрофона? Слышите на последних летах? Нет, несколько проще. Ну, наверное, то, что я буду говорить, оно очень сильно противоречит тому, что говорили только что. По той причине, что прозвучало о том, что биологическое животное мешает в нашей сознательной и разумной деятельности. А для меня биологическое не мешает, а определяет. И в принципе, для себя, в принципе, различие между человеком и другими животными я их сильно вижу. Ну, кроме разрушенной понятийной речи. А все остальное мы просто не знаем, о чем они думают и как у них там сознание. Что касается поведенческих аспектов, принципиальных различий нет. И поскольку все-таки тема ассамбреи связана с искусством, то в конце я постараюсь подойти чуть-чуть к искусству. Но для начала попытаться понять чуть-чуть, какие же аспекты поведения человека определяются чисто биологическими причинами. Я даже не буду говорить о идеальных каких-то потребностях, о социальных, а чисто биологические, которые заставляют нас вступать таким или другим способом. И, в принципе, если говорить о искусстве, то мы касаемся сразу двух вопросов. Тот компонент науки, который можно считать искусством. И второе, насколько наука может изучать искусство, пояснять его, обосновывать, почему мы что-то воспринимаем как искусство. Ну вот для начала самый простой момент, из чего состоит все наше поведение. Но для меня, как биолога, мы оцениваем других скорее не потому, что они говорят, потому что говорить человек может все, что угодно, а потому как они действуют, поступают в конкретном случае. И любое поведение, вот если вы про себя пропустите любое свое поведение, сводится к самым простым схемам, которые есть у животных. Все начинается с потребностей, а не с рефлексов, как учили многих в школе. Дальше на базе потребностей формируется мотивация, совершаем некоторое действие. И дальше смотрим, насколько оно совпадает или не совпадает с ожидаемым. Дальше возникают эмоции, мы меняем свою программу. Естественно, не сильно понятно, что по потребностям, мы чаще всего их не замечаем, поскольку регулярно их удовлетворяем. Но самые простые, самые сохранения, оборонительная потребность, которая не вызывает ни у кого сомнения, что она есть. Дальше группа метаболических потребностей, которые тоже у нас у всех есть, мы знаем, что они есть. Потребность метаболическая связана не только с едой, но и с потреблением жидкости. Опять же, чувство жажды мы испытывали. А дальше идет набор чисто биологических потребностей, о которых мы даже не всегда задумываемся, что потребность. А в частности, потребность накопления ресурса, которая, может быть, очень мила у белочки, но иногда у человека воспринимается как не самое лучшее качество. Но опять, в принципе, в большинстве случаев все самые негативные качества человека идут, оцениваются как гипертрофированная та или иная потребность. То есть, если мы возьмем с самого начала, да, самосохранение гипертрофированного вида – это трусость, пищевая – это чревоходие, накопление ресурсов – это жадность. Дальше следующая потребность самосохранения, которая называется потребность экономии ресурсов. Совершенно очевидно, что мы называем это ленью. И дальше идет к витальным потребностям, но это большая отдельная тема, связанная с самовоспроизведением, с лобой, с родительской потребностью. Но это слишком много отдельно говорить. А дальше идут те потребности, которые мы настолько постоянно удовлетворяем, что не забываем. И, наверное, если мы говорим об искусстве, это ближе к этому, во многом подходит сенсорная потребность. То есть, потребность сенсорного входа. Для нормального взрослого человека она, может быть, иногда даже переудовлетворяется, хотя, тем не менее, мы пытаемся ее каким-то образом удовлетворять. Это может быть и за счет зрительных входов, да, это может быть за счет опонятельных входов, которые, опять же, идут минуя наше сознание мозг. Слуховые входы. Это может быть моторика. И представить нас без сенсорного входа очень трудно. Потому что, если мы можем еще закрыть глаза, уши, предположим, заткнуть нос, то постоянный сенсорный вход от наших мышц, от нашего тела, идет безостановочно. И те эксперименты, которые проводили с попыткой депривации человека, ну, скажем, скрывают глаза в нос. Но если кто-то читал ремы, которые упоминали, на него это прекрасно написано «Сумасшедшее манер». И погружаются в жемкость, когда не действует сила тяжести. Но час-полтора, и человек безвозвратно теряет рассудок без сенсорного притока. Кроме сенсорного притока у нас есть чуть более человеческая, но тем не менее биологическая основа потребность информации. То есть сенсорный приток может не давать никакой информации, а под информационную потребность можно завязать в компьютер, можно сидеть бабушками на лавочке по утрам выяснять, что случилось в соседей где-то. Но без этого мы били искать новость в интернете. Тоже существовать не можем. И опять привлекающаяся с искусством глубокая потребность в эмоциях. Я не случайно привела вот эти фотографии. Это фотографии из детской книжки 1904 года. Причем с раннего детства. Очень хорошо помню, как меня эта книжка пугала. И каждый раз, когда я знала, что вот там будет эта фотография, закрытая микрослой бумагой, я ее перелистывала, чтобы не видеть вот эти столь яркие эмоциональные картинки. Но, наверное, это связано немножко с одним аспектом, что в разных социальных слоях дети испытывают разный напор эмоций и разная потребность. Ну, представляете, да, книга мелованной бумаги, использовалась над открытым картинками. Это явно издавалось для определенного слоя социального, где дети практически друг с другом не общались. Они были под присмотром номернанты, фон и дефицит эмоций испытывали. А нормальная региона, в общем-то, потребность эмоций удовлетворяет, хотя если вы в школу у свое детство, в любых сборящих детей присутствуют ужастики про черную-черную руку, красные-красные руки. Причем дети присутствуют, но, тем не менее, рассказывают. Если мы берем другие аспекты несовременной жизни, то, скажем, номернанты описывают многочисленные традиции, когда в той же русской культуре дети собирались зимой отдельно от родителей, рассказывали тоже такие же страшные истории, только там были не черные руки-ноги и всякие туфли, а там были домовые, лешие и всякое другое нечто. Потребность в эмоциях, опять же, у нормального взрослого человека, как правило, почти удовлетворяется на пределе, но опять не все социальные группы. И, наверное, в связи с этим настолько широкое распространение получили многочисленные сериалы бразильские, причем распространены чаще всего именно среди тех людей, которые, ну, это домохозяйки, пенсионеры, бабушки, те, которые сидят дома и им просто больше негде пережить их. Поэтому они сопереживают. Забегая чуть-чуть вперед в биологические механизмы, почему мы сопереживаем того, что происходит на экране, почему мы плачем вместе с этими богатыми? Может быть, кто-то слышал, что в последние пару десятилетий у человека были обнаружены такие специфические нейроны. Сначала их нашли у приматов, их назвали зеркальные нейроны. И эти нейроны активируются в одинаковом мере, когда человек сам совершает действие. И точно так же они активируются, когда человек наблюдает за чужим действием. И поэтому вполне сопоставимы по силе бывают эмоциональные состояния, когда переживаешь и делаешь что-то сам, и когда наблюдаешь за кем-то. И опять же, сбегая чуть-чуть вперед, в нейроэстетике, считается, что именно вот эти биологические механизмы, зеркальные нейроны, лежат в основе восприятия искусства, по крайней мере, как минимум, когда это касается либо кинематографии, либо чтения книг. Еще одна замечательная потребность, о которой мало кто помнит. Но если это гидонистическая потребность, то есть желание получать удовольствие. В противном случае, если бы не было гидонистической потребности, мы вспомнили первую пищевую, половую, то человек и животные тоже питались бы только ровно настолько, чтобы выжить. И человек не страдал бы от избытка веса, потому что чаще всего человек ест не столько потому, что он голодный, а для того, чтобы получить что-то вкусненькое. Но уж если говорить о половом поведении, то количество полового контакта сводилось по количеству детей, которые имел человек в своей жизни, тем не менее, это далеко не так. Чаще всего гидонистическую потребность человек, удовлетворяя либо через пищевую, либо через половую, не случайно это такая коннотация сладкого во многих языках, да, хали любимая, в русском сладушка. И когда говорят про какого-то человека, что это сладостразный дедушка, это никак мы не подозреваем, что это любитель сладкого. Гидонистическую потребность можно удовлетворять и через любые другие потребности, не только через такие примитивные, как пищевую, питьевую. И чаще всего, мне кажется, что это именно через где-то сенсорную потребность, когда мы получаем удовольствие от наблюдения чего-то, в частности, произведений и искусства. Еще одна потребность самоподдержания, это достаточно такая простенькая потребность игры, которая может быть чисто потребность движения, ну и не обязательно потребность движения, это могут быть какие угодно человеческие игры. И опять же, при гипертрофии этой потребности человек решается очень часто для социума. Вторая группа социальной потребности, опять же, в правом мире присутствует, как у человека, у животных. И одна из важнейших этих потребностей, это потребность самоидентификации, то есть отнесение себя к определенной социальной группе. Это неважно, какая группа, это может быть студент университета, это может быть научный сотрудник, это может быть житель города Питер или житель города Кёник, это может быть филатерист, ну какие угодно. Это может быть группа родственников, в конце концов. И современный человек находится параллельно во многих социальных группах, он одновременно и то, и другое, и третье. И опять мы обращаем внимание, что такая вроде как сложная социальная потребность, тем не менее в животном мире присутствуют, дружественные группы. Дело в том, что опять возникает внутренний протест к предыдущим докладам, о том, что вот если мы остаемся такие замечательные, пусть генетическим способом, пусть с помощью разума и уберем в себя агрессию. Но если мы берем потребность самоидентификации, мы никуда не денемся от того, что если мы любим своих и объединяемся в какую-то свою группу, то у нас должна быть агрессия и враждебность по отношению к чужим. Если мы любим всех, своей группы не будет, самих себя мы защищать не будет. В этом плане можем приводить какие-то литературные примеры того же князя Мышкина, который любил всех и в итоге никому ничего хорошего не принес. Если мы берем чисто физиологические механизмы, то когда у самки животного или у женщины на фоне рождения ребенка резко возрастает ее материнское, родительское поведение по отношению к своему дитю, то на этом фоне одни и те же механизмы сопускают увеличение агрессии ко всем посторонним. Это одни и те же механизмы, это одни и те же гормоны. Если мы любим себя, своих, то мы начинаем вести агрессивно по отношению к чужим, особенно в том случае, если они угрожают своим. Поэтому если мы берем агрессию, то мы уберем дружелюбие к своим. Кстати, экспериментарно на животных это был такой случайный проведенный эксперимент, может быть, кто-то слышал, когда-то лет 30 назад стали выводить чернобурах лис, попытались их сделать ручными в Новосибирске. По заказу зверофера пришло работать. Лисы боятся, пугаются людей, впадают стресс и селектировать дружелюбных лист без проблем. Через сколько-то там, 10-20 поколений получили абсолютно дружелюбных лист, которые при виде человека прямо в истерии, попадали, как мы вас любим. Вот просто вот видит человек, проходит, она вау-вау-вау кричит у клетки, подойдите, мы вас всех любим. И правда, взороводство их стало нельзя использовать, потому что наследование сцепленное, очень много параллельных признаков, и цена школьки упала до нуля. У них загнулся хвостик, как у дворняжечек, да, ушки повесили, рыжие пятности поедились. То есть такие замечательные вот дружелюбные листы. Но одновременно с тем, что они любят всех на свете людей, у них резко ухудшилось материнское поведение к своим детям. Но они любят одинакового, они человека любят, своего лисенка любят, еще кого-то. Но своего детеныша надо любить намного сильнее, чтобы он выжил. Другие социальные потребности, о которых, опять же, я не успеваю говорить, это можно ставить парами, противопоставлять. Потребность лидерсти или потребность подчинения. Вернее, не потребность подчинения, а последнее, следование. Потому что подчинение – это противоположное доминирование. У кого-то одна, у кого-то другая. Если витальная агентство всех, то набор социальных, он достаточно индивидуальный. Либо преобладает агрессией, сочетание агрессии и дружелюбия. Либо это альтруистические, эгоистические потребности. Причем, вот, если соотношения разное. Желающих быть лидером куда меньше, чем желающих следовать за лидером. Хотя большинство людей, если его спросить, кем вы хотите быть лидером или следующим, скажут, я хочу быть наверху. Но если посмотреть его поведение или провести специальный эксперимент, он выбирает божака, за которым он пойдет. Он не хочет быть лидером. С эгоизмом и альтруизмом. Здесь проще, здесь более-менее посчитано. В большинстве популяций, начиная с всех социальных животных, альтруистов где-то процентов 30, ярко выраженных эгоистов тоже процентов 30. А середины такие промежуточные, которые могут, если испытают на себе тяжелую окружающую жизнь, прийти и к альтруистам. Долго возникал вопрос, откуда взялись альтруисты. Потому что это высокий риск, они скорее погибнут, оказывая помощь другим. Но, когда перешли к мнению о том, что эволюция шла не на уровне особи, а популяционная, стало совершенно очевидно, что те популяции, в которых преобладают, вернее, есть альтруисты, у них шансов выжить намного больше. Если альтруистов популяции нет, все эгоисты кажут за себя, то скорее всего такая популяция обречена на гибель. Идеальные потребности, потребности в самопознании, в саморазвитии, потребность в вере, потребность в искусстве. Знаете, о них я говорить не буду, хотя они вам наиболее интересны, потому что, как у такого вульгарного террориста-биолога, мне о них говорить очень сложно. В экспериментах на животных они практически не моделируются. Представить, насколько они есть у животных, очень сложно. И это скорее объект, может быть, психологов, может быть, философов, но никак не биологов. И набор потребностей – вот вся индивидуальность человека определяется изначально во многом тем наборам, которые заданы генетически, врожденно, а очень многие они заданы врожденно. И плюс то, как в ходе его воспитания, жизни, окружающей среды, они модифицируются, какие-то задавливаются, какие-то, наоборот, начинают развиваться особенно сильно. Если ближе возвращаться к телу, тем биотехнологиям, которые существуют, то сейчас в направлении биологии, когда мы пытаемся каким-то образом модифицировать выданное нам от природы тело, или использовать те данные, которые делают социальных нужд, многочисленные, разрабатываются самые разные программы интерфейсов взаимодействия с мозга непосредственно в экраны. Создаются уникальные биопротезы, когда подсоединяется искусственная рука непосредственно к мозгу, и он управляет почти как натуральный. Существует большое направление, которое мне достаточно близко всему научных исследований, это гормональная модификация поведения, то есть введение тех или иных биологически активных веществ, которые у нас есть от природы, и тем самым модифицировать это поведение. Разнообразные продуктивные технологии, которые просто тем же трансгуманизмы, так же как и генная терапия перекликаются, в какой мере они будут реализованы, как это разрешить солнцем, трудно представить. И направление развивающейся особенно сильно нейроэкономика, которое имеет очень значительное прикладное значение, в которое сейчас складываются очень большие темы, и нейроэстетика. Буквально в нескольких словах будет от трех произвольно выбранных направлений. Если мы берем нейроэкономику, кто-нибудь слышал о таком направлении? Где-то кто-то слышал. Но основоположником был психолог Кеннил Кеннеман, который в 2002 году получил, первый психолог, получивший Нобелевскую премию, но поскольку психология не номинируется, он получил в экономике за применение психологических методик. И он показал, что мы можем, изучая работу мозга, предсказывать принятие решения именно в экономике. Степень риска и о том, как человек будет себя вести. Практическая метка гейромаркетинг, когда изо всех сил пытаются, как можно действовать рекламой прямо на товар, как можно модифицировать поведение человека. Один из простеньких примеров экспериментарных, как работает нейроэкономика. Наверное, вы знаете такой эксперимент, когда предлагают поделить двум испытуемым 10 долларов. Условия такие. Деньги выдаются одному, и он может как хочет, так и делить. То есть, он может оставить себе денег, сдать ответ другому, а может выделить по пять. Но по пять, в общем-то, не делит. Справедливым отменом считается, что он оставляет себе шесть, а четыре отдаёт. А если он отдаёт один или два, вроде как воспринимается, как не очень справедливая. Но есть одно условие, что тот, кому дают деньги, он может согласиться принять или отказаться. Если он отказывается, то деньги не достаются никому. При этом посмотрели, что же происходит в мозге человека, когда ему предлагают нечестный размер. То есть, когда ему предлагают один или два доллара. Как правило, в 99% случаев, при таком предложении, что делает человек? Он отказывается. То есть, если ему говорят, вот, я тебе даю два доллара, он говорит, нет, лучше мне ничего не надо. Что происходит в мозге? Для начала активируются те области, которые связаны с отрицательными эмоциями. Да, как и честно, поступили со мной. Дальше включаются те отделы мозга, которые включают рассудочную деятельность, сознательную, произвольную рассудочную деятельность. И в принципе, если включить чисто рассудок, то он должен рекомендовать принять любое решение. Хоть один доллар, да, заработаю. И тут оказывается, кто перевешивает? Да, в небольшом проценте случаев, перевешивает рассудочную деятельность. В большинстве случаев, перевешивает эмоции, человек отказывается. Но что интересно происходит дальше? После того, как он мгновенно отказался, тут же включается в работу центр, связанный с негативными эмоциями. Эх, дурак, упустил по 5 долларов. Но это еще не все. Следующие эксперименты были связаны с тем, что пытались воздействовать экстракраниально слабыми электромагнитными излучениями на разные участки мотора. И оказалось, что если выключить фронтальную кору в правом полушарии, то испытуемые в 5 раз чаще согласились на нечестный объект. То есть мы можем модифицировать, вернее, не мы, а те, кто работает в этой области, могут теоретически, в воздействии вне модифицировать поведение человека. И, в общем-то, исследователи пришли к выводу, что есть у нас некое чувство экономической справедливости, которое где-то у нас локализуется. И если его выключить, то никакую экономическую несправедливость мы не будем оценивать, мы соглашаться на любое решение. Но когда я стала видеть вот это исследование последние лет пять проводится, с одной стороны, они вызывают громадный восторг у последователей в нейроэкономике, а с другой стороны, глубокие опасения, как же так на нас начнут действовать, и мы станем не от решения. Точно такие же опасения появились в конце 50-х годов, когда ученые впервые научились оживлять электроды в центре удовольствия у животных. Животное наверняка слышали эту древнюю историю, могло нажимать на медаль без остановки в течение суток умирать от голода, от жажды и стимулировать свои центры удовольствия. И тогда возникло... потом оказалось, что никак модифицировать поведение человека мы не можем. Специфически мы можем создать какое-то эмоциональное состояние, но целенаправленное поведение не можем. Поэтому оставались – или Поэтому я очень сильно надеюсь, что нейроэкономика где-то провалится в своем практичном применении и заставлять человека играть на бирже, брать кредиты и все остальные, в общем-то, не сильно полезные действия она не сможет. Что касается нейроэстетики, эта наука еще более молодая. Я понимаю, что я переговариваю, поэтому я постараюсь достаточно быстро о ней сказать, что же это за наука. В основном она связана, опять же, с одной стороны, как нейроэкономики, попытаться найти те структуры мозга, которые реагируют на эстетические сигналы, и с другой стороны, может быть, мы как-то можем воздействовать извне, чтобы изменить наше эстетическое восприятие. В основном центры, которые связаны с восприятием эстетически приятных картинок, реализованы вот в этом отделе, претрантальная гора, большое количество там дофаминов-веческих нейронов, и чаще всего она активируется во время приятных каких-то событий. Например, при просмотре фотографий или просто посмотреть на любимого человека, она активируется так же, как при просмотре произведений художественных. И была большая серия исследований, работ, когда предъявляли разные картины, но это мог быть в основном классика, там, Энгер, Рэми, и это вот эти три автора, которые вызвали наибольшую активацию нейронов, связанную с положительными эмоциями. С другой стороны, в эти же исследования, когда предлагали картины, ну, понятно, кого, да, или ГОСХа, то центры, связанные с восприятием приятного, не активировались, или активировались очень мало. Исследование, которое было проведено вообще в прошлом году по транскраниальной стимуляции, показало, что если при просмотре фотографий проводить стимуляцию определенных властей, то оценка произведений искусства окажется выше, чем для стимуляции. Ну, опять же, там были контроли сложными стимуляциями, но это оказало эффект только на восприятие реалистического искусства, на восприятие абстрактных картин. Это не повлияло никоим образом, что стимулируем, что не стимулируем, оценки абстрактных картин не меняются. Нейроэстетика подвергается достаточно серьезной критике, и принято считать, что эстетические категории вряд ли в нейронных цепях прошиты, заданы, детерминированы, что в основном это очень сильно зависит от культурной ситуации, от социального окружения. То есть не просчитаны в сетях, как, скажем, реакция на змей, когда что человек, что обезьяна, которые никаких змей не видели, выдали активную реакцию в подкорпевых образованиях на картиночки змей. Если, так, это у меня, и в принципе, что воспринимает прекрасно классику, современное искусство, или, да, вот это известное, овца фоймар, 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 фоймар. Вот. И, скорее всего, все-таки это социальные нормы. Но можно определить объективную категорию прекрасного, нельзя определить, нетрудно представить. Но, раз я переговариваю, завершу одной замечательной картинкой, чтобы вы представили, что чувство прекрасного есть не только у человека. И вот это замечательный такой птица, которая строит брачное гнездо, украшая его. Смотрите, какие подобранные по цветам картины. И самка выбирает того птица, того самца, который делает самое прекрасное, самое красивое гнездо. Ну, наверное, здесь у нас было крупнее давать эти фотографии, потому что они работают в определенной цветовой гамме. И местные жители знают, что если у них пропала какая-то очень красивая, блестящая вещь, или вообще экзотическая, то надо идти к ближайшему гнезду к шалашнику и искать ее там. Ну, например, иногда там находились штабные челюсти, штабные глазки. Ну, свое чувство прекрасного у шалашника. Социальные гормоны и влияние гормонов на поведение я уже не буду затрагивать, поэтому давайте закончим на этой ноте и все вопросы, обсуждения. Спасибо.